Квадрат полибия и решётка кардана – это два других метода, с помощью которых можно производить шифрование. Квадрат полибия – из чего состоит решение этой задачи? Криптография и квадрат полибия – это метод шифрования, который основывается на простой замене символов, предложенных ещё во II веке до новой эры. Криптостойкость такой системы очень незначительная. Суть метода шифрования состоит в том, что каждая буква алфавита, расположенного в элементах матрицы, соответствует своя пара цифр. Одна цифра указывает на номер столбца матрицы, обычно горизонтальная, а вторая указывает на номер строки матрицы вертикальной линии. На пересечении этих данных и располагается зашифрованная буква. Ну и каждой буквой ставится в соответствии своя пара этих цифр. Пример квадрата полибия для английского языка. Ну вот, например, можно так расположить, как тут нарисовано. При этом, учитывая, что потребуется объединить вот эти буквы и ж, на качество шифрового монотекста это, конечно, не повлияет, и на распознавание текста тоже не повлияет. Ну и, конечно, если использовать иной язык, то такую матрицу нужно для другого языка свою составлять. Ну и, допустим, вот на английском языке требуется зашифровать вот конкретно такой текст. Begin time. Значит, выбирается первая буква зашифрованного текста и ищется ее положение в квадрате полибия. Значит, видно, что это пересечение первой строки и второго столбца. Ну, то есть, это будет цифра 12. Первая буква зашифрована этой цифрой. Вторая буква И шифруется, находится в этой таблице, и видно, что она шифруется цифрами 1, 5. Третья буква Ж шифруется цифрами 2, 2. Ну, и так далее. В конце концов, получается вот зашифрованный текст для данного текста в следующем виде. Например, можно составить, конечно, элементарную программу кодирования на английском языке. Ну, допустим, вот нам нужно было закодировать begin time, и вот этот шифрованный текст будет иметь вот такой вот вид. Ну, то есть, конечно, если неизвестный метод шифрования, то последовательность таких цифр может поставить в тупик человека, который пытается расшифровать. Ну, по различными переборами вариантов, конечно, это всё, тем не менее, находится. Декодирование как осуществить? Ну, например, вот такой программой, в которой вставляется, собственно, сам отшифрованный текст. Вот в предыдущем примере он был вот такого вида. Ну, и исполнение этой программы будет давать результат begin time. Для русского языка, конечно, программа ничем принципиально не отличается. Значит, вот здесь является аргументом этой программы строка текста, который вы хотите зашифровать. Ну, например, время атаки. И исполнение такой вот элементарной стандартной процедуры, безусловно, приведёт к шифрованию на основе вот этого квадрата. Декодирование. Ясно, что нужно сюда подставлять будет последовательность цифр. Так, и в этом случае декодирование, вот, например, такой программкой, которая тут представлена, даст тот результат, который был закодирован на предыдущей картинке. Ну, если известен метод шифрования, то статистический криптоанализ, конечно, позволяет легко получить открытый текст. Значит, ещё один метод шифрования, так называемая решётка кардана. Ну, это, видимо, первая известная шифровальная такая решётка, или трафарет для шифрования, изготовленная как прямоугольная таблица, в которой ряд ячеек была как бы вырезана для составления шифротекста. Иные поля решётки заполняются произвольными буквами для маскировки сообщений. Одна из разновидностей решётки кардана – это вращающаяся решётка вот такого вида. А ещё вот решётка 4х4, у которой есть вот белым отмеченные вырезанные квадратики. И текст формируется из последовательности букв, составленных по 4 буквы. И только та буква, которая попадает в соответствующее окно решётки, ну, соответствует процедуре шифрования. Решётка преобразуется два раза. Один раз она инвертируется вокруг вертикальной оси, а второй раз она инвертируется вокруг горизонтальной оси. И потом опять вокруг вертикальной оси. И вот 4 различных позиции такой решётки позволяют достаточно уверенно шифровать определённый текст. Ну, например, вот было зашифровано, было зашифровано вот такое, не зашифровано, а получено, вот такое вот сообщение. Значит, как оно будет расшифровано, вот эта решётка кардана? Ну, вот по 4 буквы, по 4 буквы располагаются как угодно, строчку, столбец, как угодно. Ну, и перебираются. Вот в первой четвёрке видно, что правильная буква является вторая. Во второй четвёрке правильная буква является первая, в третьей четвёрке вторая буква и в четвёртой четвёрке четвёртая буква. Дальше в инвертированном возникает третья буква из этих представленных четырёх. Четвёртая буква, следующая, третья буква и первая буква. Ну, и так дальше можно это шифрование и, соответственно, расшифрование осуществлять. Ну, конкретно вот этот текст, это зашифровано, здесь время покажет. Время нет. Ну, возможный пример программы для шифрования по методу решётки кардана 4х4, вот здесь, может быть, представлен таким вот образом. Ну, в общем случае, текст может не обязательно содержать 16 букв, да? Ну, тогда для просто демонстрации. Здесь вот эти лишние буквы, не зашифрованные до 16, заменяются каким-нибудь символом. Здесь заменено на звёздочки. Конечно, это не очень хорошо, но можно, тем не менее, заменять на всё, что угодно. Ну, например, вот, если мы хотим зашифровать время нет по этой технологии, то вот текст, который будет заменён, представлен вместо время нет по этой, с этой решёткой кардана по использованной технологии представленной будет иметь вот такой текст. Декодирование решётки, конечно, легко осуществляется, например, той же самой программкой вот такого вот вида. И тогда, значит, декодированием даст вот этот вот текст, который зашифрован. Вот это вот лишнее, можно так не делать, ну, просто для наглядности. Вот это тут представлено, чтобы было видно, как осуществляется декодирование. Предыдущий пример вот этой функции кардана был ограничен текстом длины до 16 символов. Представленная программа здесь не ограничена в длине шифруемого текста и соответствует последовательному многократному применению этого стандартной процедуры шифрования. Ну, например, вот нам нужно зашифровать вот такой текст длинный. Ну, вот вызывается такая функция. Результатом её применения будет вот такой вот длинный, длиннёщий набор символов, которые вы здесь видите. Декодирование как осуществляется? Ну, предыдущий текст, который на предыдущей картинке был представлен, вставляется на эту функцию. И декодирование даст тот результат, который... то предложение, которое мы пытались кодировать. То решётки кардана могут быть самые разнообразные. Вот, можно составить... предлагается так... составить программу для шифрования с представленным вот там видом решётки кардана. Ну, вот аналогично тем программам, которые были нарисованы выше. С учётом этих операций инверсии можно шифровать любой длинный текст. Ну, конечно, сами эти шифрованные сообщения выглядят чрезвычайно длинным образом. Ну, и в качестве примера тогда попробуйте расшифровать вот это сообщение. Расшифровать этот текст.